Библейский портал экзегет.ру представляет Книга Откровения, 11 глава, перевод Международного библейского общества. Я читаю его для библейского портала экзегет. Вот мы уже приближаемся к середине книги. И чем дальше, тем меньше понятного. И как человек, который взялся ее комментировать, толковать, я прямо не знаю, что мне говорить. Мы об этом, конечно, уже не раз упоминали в связи с этой книгой, что если речь идет об исторических событиях, то более-менее понятно, когда они произошли. Если речь идет о событиях, которые, может быть, произойдут и которые описаны символически через некоторые пророческие образы, мы не знаем, кто это, что это. Вот сейчас снова все это будет. Но, возможно, некоторые принципы. И вот у нас с вами шесть ангелов трубят. Каждый, протрубив, наводит некоторое бедствие. Ну и вот мы ждем, когда седьмой появится. И, наверное, что-то совсем плохое произойдет. Но происходит уже и так. Мне была дана трость наподобие посоха. И сказано, встань и измери ею храм Божий, жертвенник, и посчитай тех, кто пришел туда на поклонение. Но внешний двор храма не включай, не измеряй, потому что он отдан язычниками. Они будут топтать святой город 42 месяца. Я дам моим двум свидетелям силу. Они будут пророчествовать 1260 дней в одежде и изрубище. Вообще все это очень похоже на пророчество Ветхозаветное, на книгу Даниила больше всего. Но есть и языки Иль, который измеряет храм. Есть разные другие эпизоды. И зачем это измерение храма? Ну, если строится новый храм, как у языки Иль, все понятно, нужно его описать. Пусть даже никогда тот храм, который языки Иль описывал, не был построен. Но, по крайней мере, есть понимание идеального храма. Вот настанет время, когда этот храм станет таким. А здесь храм, по сути дела, не очень нужен. Храм — это что-то такое, что утрачивает, казалось бы, силу после крестной жертвы Христа. И более того, посчитай те, кто пришел туда на поклонение. То есть эти люди и составляют народ Божий. А внешний двор занят язычниками. Причем на 42 месяца, ну, понятно, разделить на 12 можно. То есть чуть меньше 4 лет. Это какая-то осада святого города, какое-то явление, когда пришли враги, ну, наверное, римляне в данном случае, да, и захватили его, но не до конца. Причем здесь это? Пророчество о разрушении Иерусалима? Ну, трудно сказать однозначно. Здесь нет такого прямого соответствия. Мне кажется, что здесь языком достаточно символическим, языком, скорее, может быть, образов и эмоций, чем каких-то конкретных событий, каких-то вот определенных моделей, да, вот происходит это, это, это. Описывается, как устроено вот то, что называется в Ветхозаветных пророчествах словом «остаток». Да? Вот когда все плохо, когда все разваливается, есть некоторый остаток, и он, может быть, даже не очень понимает этот остаток, что происходит, почему оно так происходит. Может быть, эти люди не носители какого-то особого священного знания, но они носители вот этого корня. Они остаются внутри храма, когда вокруг все захвачено. Два свидетеля получили силу. Это два оливковых дерева и два светильника, стоящие пред Господом Земли. Светильник, кстати, пользуется оливковым маслом, поэтому они источник этого масла и способ употребить это масло, да? Если кто попытается причинить им вред, то изо рта этих свидетелей выходят огонь и поглощают их врагов. Так погибает каждый, кто хочет причинить им вред. Им дана власть затворить небеса, чтобы в дни, когда они пророчествуют, на землю не шел дождь, а также власть превращать воду в кровь и поражать земли всевозможными бедствиями, столько раз, сколько они захотят. И это было в Ветхом Завете. И вода в кровь, это египетские казни, и затворенное небо Илья, когда он обличал, соответственно, язычников в Израиле. Что хорошего от этих пророков? Да ничего хорошего, если бы они что благое сказали или сделали людям, наверное, мы бы порадовались тому, что они будут. А так они губить только могут. Вообще, может, хватит губить? Вот зачем это все в таком виде? Более того, пока эти пророки губят всех, ну, еще ничего терпимо, они так иногда, да? По особым поводам. Но когда они полностью окончат свое свидетельство, тогда зверь, выходящий из бездны, нападет на них, победит их и умертвит. Вот, казалось бы, лучше станет, да? Их трупы будут лежать на улице большого города, где и их Господь был распят. Города, который символически назван Содомом и Египтом. Это, безусловно, об Иерусалиме. И получается, что тот, кто приходит, он еще хуже. Три с половиной дня на их трупы смотрит множество людей из всех народов, племен, языков и наций. И трупы их не разрешают похоронить. Жители земли радуются их гибели, но после всего этого устраивают праздники, посылают друг другу подарки, потому что присутствие этих пророков было мучительно для жителей земли. Но через три с половиной дня в них вошел дух жизни от Бога. Они встали на ноги. Все, кто это видел, пришли в ужас. Два свидетеля услышали с небес громкий голос. «Поднимитесь сюда». Они поднялись в облаке на небеса, и их враги это видели. То есть, смотрите, вот приходят пророки, с которыми неудобно, которые наказывают народ, город, страну. Ой, хорошо бы они куда-нибудь делись. А тут как раз зверь, выходящий из бездны, их убивает. Ну, молодец, зверь, мы только этого и ждали. Пусть мертвые валяются, даже не будем их хоронить. И вдруг эти пророки каким-то образом оживают, да? Для того, чтобы было наказание, ну, может быть, так это будет понятно. Они поднялись в облаке на небеса, их враги это видели. В тот же час произошло сильное землетрясение, и десятая часть города разрушилась. Во время землетрясения погибли 7 тысяч человек. Остальных охватил ужас, и они прославили небесного Бога. То есть, смотрите, они были нужны, в общем, только для одного дела. Привлечь людей к Богу. И они старались это делать, но почему-то никак это не получалось без обличений, без наказаний. В конце концов, только вот это великое бедствие привлекает людей к Богу. И вопрос не в том, сколько жить, счастливо ли жить, сколько будет живых, сколько мертвых. Вопрос в том, сколько людей с Богом, и кто именно с Богом, а кто нет. И зверь, который убивает их, вроде бы успокаивает людей, но в итоге это все оборачивается еще хуже для них, потому что пока пророки с ними, то можно их послушать, можно что-то изменить. Когда пророки поднимаются на небо каким-то особым сверхъестественным образом, ну, получается, что уже все, вот эти люди остаются с тем, что у них есть. Вот о неудобстве пророков для широких масс народа населения, как без них было бы, казалось бы, лучше. Но когда люди оказываются без них, то вдруг что-то совсем страшное. Затрубил седьмой ангел, вот, наконец, и в небесах громко прозвучали слова. Мы, наверное, думаем, что сейчас уже просто какая-то кошмарная казнь, и все будет очень плохо. Прозвучали слова. «По царству мира стало царством нашего Господа и его Христа, оно будет царствовать вечно. Двадцать четыре старейшины, которые сидят на своих тронах пред Богом, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря, «Мы благодарим тебя, Господь всемогущий Бог, кто есть и кто был, за то, что ты взял великую власть в свои руки и начал царствовать». Вот, оказывается, зачем это все? Все эти бесконечные бедствия, вот этот хаос, мировую историю, он к тому, чтобы привести в результате людей к Богу. Народы разъярелись, но сейчас настал черед твоему гневу, настал час суда над мертвыми, час раздачи наград твоим рабам-пророкам и святым благоговещим пред твоим именем, как малым, так и великим, и час истребления тех, кто расливает землю. Да, наказание есть, но оно нужно для конечной победы добра. Вот мы часто не понимаем, зачем это все в истории, и как это все происходит, да и почти не откровение, а на богослову мы лучше понимать не начинаем. Но есть одна простая мысль, что все эти бедствия, все эти наказания, они имеют вполне определенную цель, и эта цель здесь названа установление власти Бога на земле и справедливость, которая приходит, в том числе, и в наказание грешникам. Тогда на небесах открылся храм Божий, а в храме был явлен ковчег завета его. Засверкали молнии, раздались голоса, загремел гром, произошло землетрясение, и пошел сильный град. Ну вот, и опять, вроде бы, открывается храм, возникает, 11 глава началась, храма, возникает новый храм, да. Люди, которые находились в старом, наверное, не ждали, что он возникнет, но он возникает, и в этот новый храм можно, устремиться можно войти, но одновременно это означает бедствие для всех тех, кто остается в пространстве старого храма. Этот переход не происходит автоматически и не происходит легко. Вот, может быть, от Ветхова к Новому Завету. И тут появляется совершенно другой образ, который мы почитаем уже в 12 главе. Продолжение следует...